С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 23 декабря, вторник, в студии Бедернисе Гусейнова. Доброе утро. А в рамках рабочей поездки в Дербент и Дербентский район глава Дагестана ознакомился с ходом работ по посадке виноградников в селе Гиджух. Здесь работает компания Дзив, которая занимается налаживанием обеспечения сырьевой базы для Дербентского завода и грейстых вин. За два года посажено более 800 гектаров виноградников, что обеспечило сезонной работой около тысячи селян. Их ежедневный заработок – почти 2000 рублей. Виноградарство в Дагестане – это отрасль, которая способна дать рабочие места и положительно повлиять на социально-экономический аспект развития территории. При этом в районе всё ещё остаются заброшенные поля. Рамазан Абдулатипов высоко оценил усилия руководителя завода Магомеда Садулаева в деле по восстановлению рабочих мест и развитию района. Также глава Дагестана отметил и исполняющего обязанности главы района Яхьюга Джиева, который до недавнего времени руководил ГУПом Татлярский. В результате этой работы сегодня село восстанавливается, люди начинают получать заработную плату. В прошлом году мы открывали на той стороне огромные территории виноградников, а в этом году вот только идёт посадка. Поэтому я ещё раз говорю, что новые руководства района поддерживают эту работу. Надо, чтобы в Дербенском районе здесь всегда были хорошие труженики, чтобы все поля работали. Не раздавали по кусочкам за деньги, а чтобы работали на весь жама. Жить-то надо, а для этого надо, чтобы у людей была заработная плата, чтобы были виноградники, чтобы мы получили доходы и так далее. Дагестан будет иметь будущее только в том случае, если мы круглые сутки будем работать на Дагестан. В наступающем 2015 году наша страна будет отмечать 70-летие Великой Победы. Мероприятия, приуроченные к этому юбилею, будут проходить по всей России в течение всего года. Об этом председатель Республиканского совета ветеранов Магомед Керимов. Во всей стране огромную работу проводят, чтобы встретить 70-летие Великой Победы достойно на высоком уровне. Это самый большой, самый крупный в истории нашей праздника, потому что мы завевали то, что и не отдали фашистам нашу страну, воюя против гитарских захватчиков. Целый год идет подготовка к этому мероприятию. Что делается? Во-первых, пофамильно встречаются со всеми участниками Великой Отечественной войны. Интересуют жизнью, какие имеют они требования, дела. Вы знаете, что на президентской стороне был принят указ о улучшении жилищных условий участников Великой Отечественной войны. Практически, конечно, можно сказать, процент от 90 это выполнено. Есть люди, которые еще вдовы участников Великой Отечественной войны, кто-то на сельской местности не удовлетворены выполнением этого указа. Рамазан Гаджимурадович на последнем заседании Оргомитета Победы прямо указал, что все организации, учреждения, министерства, которые должны этим делом заниматься, чтобы не было у нас к 70 лет Великой Победы ни одного участника и долг, которые не обеспечены жильем и не улучшены их жизненные условия. Это первое. Во всех, имеется в виду, учреждениях образования и университетах, институтах и средне-специальных учреждениях, все участники Великой Отечественной войны, которые могут по состоянию здоровой принимать участие для проведения патриотической работы, приглашают, проводят эти мероприятия. По всех наших советов ветеранов в Махачкале и в других районах и городах графику встречаются с этими людьми. Это, конечно, большое дело живых людей услышать той войне, которая была и что они сделали. Это первое. Все учреждения и организации, занимающиеся мемориальным комплексом, они занимаются вопросом по улучшению состояния памятника, облеска, могил, чтобы не было непроведенной порядки. И в частности, хочу сказать, сейчас в селении Хунзах, компания курорта Дагестана, заключен договор с нами о реставрации памятника участника Великой Отечественной войны города Хунзаха. Там огромную работу проводят. Вот так и в других селах и населенных пунктах эту работу проводится в деле улучшения качества их состояния. Далее все мероприятия, которые проводятся в дни воинской славы, руководителями муниципальных образований проводятся на высоком уровне с приглашением участников каждой мероприятии. То Курск, мероприятие Курска, Курчан, которые участвовали в освобождении Курска, Сталинграда, Москвы, Ленинграда. Все эти мероприятия проводятся на высоком уровне. И здесь, значит, и нам, ветеранам, Совета ветеранов предписано, чтобы мы тоже проводили мероприятия, относящие к этому делу. По инициативе Комитета ветеранского Новости культуры Уходящий год был удачным для Дагестанского государственного театра «Кукол». О творческих победах и успехах художественный руководитель, директор Аминат Ехьяева. Такими знаковыми событиями явились международный фестиваль искусства «Инспирэйшн» в городе Турку, Финляндии, где наш коллектив творческий выступил достойно, представил сказку, дюймовочку по Гансу Кристиану Андерсену. Это был международный фестиваль искусства. Несколько жанров. Мы выступали, естественно, в жанре кукольном. Мы знаем свои возможности, но было неожиданно, когда театру присудили диплом первой степени за лучшую режиссуру и за лучшую сценографию. Они мне когда позвонили, кричали в трубку, они сами не верили. Вот такое было чудо на этом фестивале, которое наши дагестанские кукольники подарили своему театру прежде всего и Дагестану. В «Мытищах» уже, это был конец октября, повезли премьеру спектакля «Нурудин. Золотые руки» по пьесе Ахмедхана Абубакара, нашего основоположника, я считаю, детской национальной драматургии. Поставил этот спектакль народный артист России, президент ассоциации «Театр кукол 21 век», он же художественный руководитель. Театр кукол «Огнива» в «Мытищах». Станислав Железкин, он осуществил эту постановку. И самое главное, мы один спектакль, бесплатный, благотворительный для работников искусств, для работников этого цедрии, мы выступили на сцене Центрального дома работников искусств в Москве. Затем мы плавно переехали в «Мытищи» и в течение четырех дней мы представляли этот спектакль юному зрителю города «Мытищи» в Московской области. И самое приятное тоже для меня – это участие в 4-й международный фестиваль русских театров Республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона. Проходит в Махачкале. Ну, это фестиваль драматических театров. Но у меня возникла такая идея, почему бы не представить в качестве гостя и наш спектакль. Это спектакль «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру, спектакль, в котором используется и живой план, и трехмерные куклы из Полины, ростовые куклы и маски. И у нас там была использована одна кукла. Пэк, шут, но все ставил на свои места в этом спектакле. Эта кукла, она все равно главенствовала, как и положено в театре кукол. Нам всегда нужна оценка со стороны. И вот эти фестивали дают нам вот эту вот оценку. В рамках Года культуры в Грозном и Владикавказе побывал председатель Союза музыкантов Дагестана, заслуженный деятель искусств России Хан Баширов. Гость рассказал о становлении и развитии музыкального искусства нашего горного края, исполнил произведения дагестанских композиторов. Известный пианист также выразил слова сочувствия в связи с терактом в Грозном 4 декабря. Посетил школу в Беслане, где 1 сентября 2004 года произошло чудовищное преступление, повлекшее за собой гибели многих людей, в том числе и детей. О спорте. В Каспийске стартовал пятый международный турнир по вольной борьбе среди юношей 1997-1998 годов рождения на призы пятикратного чемпиона Европы, чемпиона мира Кура Магомеда Кура Магомедова. В спор за медали в 11 весовых категориях вступили более 250 атлетов из Азербайджана, Грузии, Украины и России. Главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Сажид Сажидов отметил, возможно, уже в российско-олимпийской сборной 2016 года мы увидим кого-нибудь из участников данного турнира. Мы надеемся уже к олимпийскому циклу. В Олимпиаде мы увидим одного из ребят, которые выступают здесь. Здесь так и бывало. Это мы можем вспомнить того же Махача Муртузалеева, того же Мавлея Дабатырова, Шервани Мурадова. Ребята, которые из молодежного возраста прям перешли во взрослую борьбу и показали результаты. И тут завоевали в первую очередь место в олимпийской команде. И о погоде. Дагестанские гидрометцентры сообщают, что сегодня по районам Дагестана ожидается переменная облачность. Ветер северо-западной 15-20 метров в секунду. В горных районах 9-14. Температура воздуха от 3 мороза до 2 тепла. По приморским районам от 0 до 5 тепла. В горных районах от 3 мороза до 2 тепла. В Махачкале сегодня ожидается небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западной 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 1-3 тепла. Температура воды в море плюс 4. Это все новости на этот час о событиях дня 18-10. А я прощаюсь и желаю удачного рабочего дня и хороших новостей.